Только каждый десятый ребенок в республике получает бесплатное горячее питание в школе, как того требует федеральный закон. О том, как будет решаться проблема, говорили в Доме правительства. Выслушала мнение экспертов и постаралась понять, что же будет на столах у школьников уже в новом учебном году Инесса Потапова. В республике более 11 тысяч школьников из малоимущих многодетных семей, кому бесплатно положено питание за счет городских или районных бюджетов. Но денег, как водится, не хватает. Благодаря Министерству образования и личной позиции Аллы Леонидовны была проведена очень большая работа по анализу меню и унификации меню во всех школах Чувашьей республики. Наше предложение и выделение средств в расчете на полную стоимость еды позволит полноценно без дифференциации. Ведь в некоторых школах даже очереди есть, где отдельно льготники стоят. Конечно, ребята здесь в человеческий момент включаются, даже для того, чтобы встать в очередь и получить это бесплатное питание. И когда это все одинаково для всех, это решает очень многие моральные проблемы и самодостаточность ребят. Мы принимаем принципиальное решение, что с 1 сентября этого года мы с вами будем обеспечивать 11 тысяч примерно 800 детей, которые относятся к категории детей из многодетных малоимущих семей, к горячим питанием. При этом указ, подписанный еще президентом Борисом Ельцином, силу не утратил и обязателен к исполнению во всех регионах страны. Его как-то пытались оспорить в Нурманской области. Верховный суд страны встал на сторону ребятишек. В Чувашской республике вопрос на особым контроле. Ну а те, кому удалось бесплатно покушать, качеством еды не всегда довольны. На эту тему неоднократно возникали вопросы и у проверяющих органов, и у родителей. Роспотребнадзор и прокуратура постоянно проводят проверки. Выявлены нарушения, которые взяты на контроль и устранены, многие нарушения уже устранены. Приведены лабораторные исследования пищевых продуктов, готовых блюд, в том числе на калорийность, микробиологические показатели, температуру горячих блюд.